В Омской филармонии прошел концерт «Юный дарование России» при поддержке благотворительного фонда Владимира Спивакова. На сцене выступили и воспитанники детской школы искусств номер 6, которой накануне было присвоено имя Евгения Светланова, великого дирижера и композитора. Его произведения исполнили музыканты Омского академического симфонического оркестра и стимпензиаты фонда. Екатерина Климьязьева продолжит. Семилетний Никита нотную грамоту только начал осваивать. В музыку привела мама, но Никите так понравилось, что теперь ни одного занятия не пропускает. Это ключ к большим делам, что кем хочешь уже можно стать по музыке, например. А ты кем хочешь стать? Если честно, то инженера. В искусстве действительно остаются не все выпускники детской школы искусств номер 6, но если остаются, добиваются успеха. В прошлом году в список лучших школ искусств России попала и ДШИ номер 6. За многолетние заслуги ей присвоили имя великого дирижера Евгения Светланова. Вы должны понимать, а мы это понимаем, ответственность, которая лежит в нашей школе, пути развития искусства безграничные. Вы должны быть в этом, на передовых позициях. Народный артист СССР Евгений Светланов 35 лет руководил главным симфоническим оркестром страны. После смерти дирижера в 2002 году оркестр назвали в его честь. Имя Светланова носят и зал Московского дома музыки, и самолет, и даже одна из планет. То, что его имя теперь носит детская школа искусств – событие. Он дирижировал те произведения композиторов, которые по своему художественному значению, может быть, стоят далеко не в первом ряду. Но я могу назвать даже, может быть, это почти все композиторы могучей кучки. Он это делал с таким мастерством, что музыка этих композиторов становилась вообще в ряд с самыми лучшими произведениями мировой культуры. На одной сцене с именитыми музыкантами ученики школы искусств теперь уже имени Светланова. Слушатели единогласны. Уровню ребята соответствуют. Дети настолько талантливые, и настолько они вызывают восторг и радость. Ну просто вот эмоции, они очень положительные. Вот они с таким каким-то внутренним огнем, с внутренним достоинством. Ну, у меня вот такое чувство, что у них большое будущее. То есть это не красивые слова, это действительно уровень. Финал концерта показал детям, хоть и талантливым, есть к чему стремиться. Одно из главных произведений Светланова – симфоническую поэму «Калина Красная» исполнить могут только профессионалы. Екатерина Хлимязева, Павел Ходынский, Александр Лысак. Новости здесь, Омск.